Традицию встречать первый в Новом году праздник с добрыми книгами возродили щелковские библиотекари. Чтение вслух для всей семьи – одна из задач первого окружного конкурса чтецов «Святочный рассказ. От Рождества до Крещения». Его участниками стали дети, молодые люди и взрослые, увлечённые книгами. Они выбирали историю о Рождестве, читали с выражением в своей библиотеке, потом ещё раз в финале – библиотеки семейного чтения на улице Советской. Вернулись в неё снова, но уже за призами. У нас именно было, как мы накладывали снег. Зима была такая же, как в этом году, то есть вообще снега не было. И они решили, как бы сами сделать снег, снежинки из безея. И у них получилось. Подобрали такой интересный рассказ современной белорусской писательницы Елены Масла. И в этом рассказе нужен был диалог. Ну, естественно, мама, конечно, поможет дочке. Да, я сыграла роль крёстной. Семье Балиных жюри присудило первое место. Судили выступления артисты Щёлковских театров, члены литературного объединения «Слово». Лучших отбирали по возрастным категориям. Манеры исполнения и артистизм приветствовались, но и сюжет играл немалую роль. Мой светочный рассказ называется «Рождественская ночь». Автор Константин Станюкович. Это очень доброе, светлое произведение о том, что никогда не надо оставлять людей в беде, о том, что человеческая доброта – это самое большое чудо, которым только может быть. Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала в библиотеках городского округа Щёлково, второй этап здесь – в библиотеке семейного чтения. 90 человек подали заявки, 24 из них пришли снова сюда, в библиотеку, чтобы получить свои награды. Ну и, конечно же, вспомнить о Рождестве и Крещении. Я верю, я знаю, мечте моей сбыться. В Крещенский соченье к церемонии награждения украсили солисты ансамбли Центра «Романтик». Период от Рождества до Крещения у православных занимает в жизни особое место. За эти дни мы вспоминали вот этот период жизни Христа, период становления его личности, да, когда он взрослел, и как раз-таки вот после Крещения он выходит на проповедь. Александра пригласил на конкурс наставник из юношеской библиотеки на улице Талсонской. Говорит, на победу не рассчитывал. Это рассказ был о бабушке, которая являлась нищей женщиной, и о двух людях, которые сначала пропустили ее и не подали ей монет. Не ожидал, что меня отметят, но все-таки я действительно выиграл в какой-то номинации. Мы почему-то забыли о чтении прозы, и сейчас мы об этом вспомнили. И привлекаем людей, чтобы они опять для себя открыли святочный рассказ, прозу, умели ее читать. В этом году в библиотеках будет много конкурсов. Не пропустите и вы свою книгу. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.